Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня накрыт большой стол, и мы всего не съедим. Сегодня память Давида, вождя молитвы для всей Вселенной, Якова, первого архиерея Иерусалимского и сродника Божия, брата через Иосифа, самого Иосифа, обручника Девы Марии, хранителя девства Богоматери и воспитателя отрока Иисуса, и Стефана Первомученика. То есть мы не сможем все съесть, только попробуем по кусочку от каждой трапезы. Похвалим прежде всего Иосифа. Это чрезвычайно важная фигура для сегодняшнего дня. В нашем обществе, в сообществе верующих людей, возникают время от времени новые такие формы соединения, такие общины отцов. То есть люди чувствуют, что у нас не хватает отцовского духа, отечества. Мы безотцовщина такая. Нам не то, что духовных отцов не хватает, нам просто не хватает обычных, нормальных, простых, житейских таких пап, которые бы занимались детьми, учили бы их верить, трудиться, наказывали бы их с любовью, когда нужно, и были для них бы таким главным авторитетом. Нам не хватает этого. И когда люди к этому обращаются умом, то всегда на любое святое дело нужно искать покровителя с неба. Лучший покровитель для подобного рода вещей – это Иосиф. Это лучший в мире папа. Поскольку Господь Иисус Христос, Божий Сын, единосущный Отцу и Духу, вечная премудрость Божия, когда благоволил стать ребенком, воплотился и жил на земле, он этого древодела, этого плотника престарелого, называл Папа. Своим лепечущим детским языком он обращался к нему как к Отцу. И поскольку Христос – исполнитель закона, то он прекрасно знал слова закона, которые сам и дал «Чти Отца и Матерь». И Иосиф был в большом почете от Господа Иисуса Христа. И это вообще достойно величайшего удивления. Мы с вами много раз говорили о том, что Христос не мог родиться от любой женщины. Хотя в любой здоровой молодой женщине есть все, чтобы родить, но Христос не мог родиться от любой женщины, потому что нужно быть золотой снутри и снаружи, как ковчег завета. Был Акован отовсюду златом, внутри и снаружи. Золотая полностью должна была быть та девушка, до которой бы снизошло это сошествие Духа Святого. И нужно было и долго-долго искать Марию, воспитывать. И вот появилась Мария, пришел Господь. Он потому так долго не приходил, что ни от кого было родиться. Для того, чтобы родиться Господу на земле, стать человеком, нужна была чистая дева, будущая мать. А для того, чтобы воспитывать Иисуса Христа, тоже нужно было найти Иосифа. Это не такая легкая штука, найти целомудренного, праведного, закаленного в вере, трудолюбивого, мужественного, молчаливого человека, который будет для Божьей Матери якобы мужем, а для Иисуса якобы отцом. И в глазах общества это будет нормальная семья. А там будет совершаться великая тайна. Этому простому плотнику Господь открыл невместимые тайны. Слышите, может быть, у нас тоже есть желание проникнуть в тайны Божии. А когда будет конец света? А как там живут за гробом покойники? А кому там хорошо, кому там плохо? А каков день смерти моей? А каково состояние души моей? И так далее. Ну, хочется узнать, может быть, человеку. Если нет, то слава Богу. А может быть, хочется. Смотрите на Иосифа, молчаливый, никуда не лезущий, состарившийся в трудах, старый праведник от колена Давидова, зарабатывающий тем, что держал в руках молоток, сверло, рубанок, пилу, столярный инструмент, который до сегодняшнего дня не изменился. И вот этому человеку Господь открывает. Говорит, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, родившаяся в ней от Духа есть свято. Слышите? Родит сына, наречеши имя ему Иисус, он спасет людей своих от грехов их. Ну, у Иосифа мог возникнуть вопрос, какие свои люди могут быть у неродившегося младенца. Вот это, собственно, и есть откровение тайны. Он еще не родился, только зачался. Спасет людей своих от грехов их. А потом этого спасителя, который должен всех спасти, нужно было самого спасать. И у Иосифа еще больше возникло вопросов, что это за спаситель, за которым гонятся с мечом, и нужно быстро бежать в Египет, чтобы его не зарезали и меня вместе с ним. На него свалилось огромное количество откровений, и он смог их вместить, впитать. Ангелы Божии с ним во сне разговаривали чуть ли не каждую ночь. Встань, беги в Египет, встань, беги обратно, делай то, делай это. Это постоянные внушения от ангела ночью. Это что значит? Это значит, что чистая душа способна принимать ангельский разговор. Уже большинство снов – это пустота, как говорит Соломон. Во многих снах, как и в многих словах, много пустоты. А есть сны откровенно бесовские, а есть сны просто грязные и глупые. А есть, оказывается, сны пророческие, которые даются тому, у кого чистая душа, как у того праведного Иосифа, которого братья в Египет продали. Потом, смотрите, Иосиф – это человек, который трудится. Этого тоже очень не хватает. Поскольку мир, цифровизация, технология всякие, там все развивается. Щелкнул пальцами, зажегся свет. Нажал другим пальцем, завелся автомобиль. Все такое стало облегченное для человека, что исчезают простые профессии. Но должен вам сказать, всегда нужен будет человек с киркой или с лопатой, который проложит траншею под кабель. И всегда будет нужен человек, который проведет в доме проводку, разводку электрическую, приборов, чтобы ты потом мог спокойно зайти в интернет или включить телевизор или микроволновку. И всегда будет человек, который будет покрывать кровельным железом или черепицей крыши. И всегда будет человек, который будет разгружать вагоны. Всегда будут люди тяжелого труда. Только мы потеряли к ним уважение. И в этом нам грех. Все желают, так сказать, залезть повыше с папочкой под мышкой, управлять большими процессами. А чтобы взять в руки кайло или рубанок, или топор плотницкий, или пилу, это, простите, пусть простые занимаются. И вот Иосиф – это не просто человек, которому открыты тайны. Это человек с рубанком в руках. То есть мы должны, благодаря Иосифу, посмотреть под другим углом на простого работящего человека. Это драгоценнейшие люди. Впрочем, не только работающий человек, а вот самый драгоценный человек – это тот, у которого в руках лопата, а в устах псалом. В руках пила, а в голове пророчество. В руках там что-нибудь еще, там такое, какой-то щипцы какой-нибудь там, плоскогубцы, изоленты, значит, он там делает какую-то ту же проводку. А в сердце у него имя Иисуса Христа. Люди, которые трудятся и молятся – это самые святые люди мира. Ора, эт лабора. Это Антонию Великому было сказано. Как спастись? А вот так. Ангел Божий перед ним плел корзины, потом откладывал, становился молиться. Потом уставал молиться, садился, плел корзины. И так менял занятия. Говорит, понял? Понял. Ора, эт лабора. Учись, трудись и молись. И так спасешься. Вот кто самые лучшие люди мира, братья и сестры. Не президенты, скажем там, или там магнаты какие-нибудь, или там короли-цари. Это работяги простые. Простые мужики, которые варят теплотрассу, чтобы мы зимой не замерзли. Но если они еще будут молиться, а не матюкаться, и получать зарплату не водкой, а деньгами, которые домой донесут, а не пропьют ближайшей пивной, это и будут самые святые люди мира. Руки мозолистые, в устах молитва. Таким был Господь Иисус Христос. Он был плотником. Вы видели руки плотников? Ни один плотник не может прожить свою жизнь, чтобы не порезаться. У них руки в мозолях, потому что они постоянно занимаются физическим трудом. И это были руки нашего Господа. Пока их прибили ко кресту, на них были мозоли. Это Иисус. А научил его этому Иосиф. Вот за это нужно еще раз поклониться ему. Не только за то, что он тайны Божии знает, что он Деву Марию оберегает, Иисуса спасает от Ирода, за то, что он труженик. И этому труду научил своего так называемого сына, которому он поклонялся, которому он служил. Не сын служил ему, а он сыну служил. И учил его трудиться. Господь наш с 14 до 13, с возраста совершеннолетия еврейского, до 30, день в день зарабатывал свой хлеб топором, пилой и рубанком. Это ли не урок, слушайте, это вообще, это космос просто. Это откровение для современного человека, который постепенно по дороге растрачивает все добродетели. И семейные, и трудовые, и такие, и такие. И вдруг раз поднимается из ниоткуда Иосиф и говорит нам, молись и трудись, и служи Богу через труд и молитву. Кстати говоря, в западной церкви, у западных христиан есть любовь к Иосифу, целые страны посвящены ему. Испания, Португалия, Австрия имеют небесным покровителем святого Иосифа. Как они там к этому сейчас относятся, не знаю, потому что, очевидно, они все сошли с ума, за малым исключением. Но были те времена, когда их предки назначали своим небесным патроном именно святого Иосифа Обручника. И 1 мая, когда весь мир атеистический, празднует День Солидарности Трудящихся, на самом деле должен быть и есть у некоторых днем Иосифа Труженика. Есть специально алтари, посвященные Иосифу, где мозаикой или витражами выложены всякие топоры, пилы, клещи, зубья всякие. Это рабочим инструментом украшены полы и стены храмов. Эти алтари посвящены простому рабочему человеку, которого нужно уважать. Иначе он озлобится, а сатанеет и станет этим пролетарием, который выворачивает из мостовой булыжники и бросается во всех. Вот так происходит. Из-за нелюбви к простому человеку и мы грешим, и они сатанеют. И еще одну вещь Иосиф сделал. Он учил своего так называемого сына читать и молиться. Можете представить, маленький Иисус над книжкой сидит, Иосиф берет его ручку, пальчик, и вводит его по словам псалмов, по торе, и говорит ему, читай вот так, говори вот так, повторяй за мной. И маленький Господь лепетал, вслед за ним, в три года еврейский ребенок должен уметь читать. И должен уметь читать псалмы и притчи, и книги святые сначала. Не сказки там всякие, про летели гуси, там всякое такое. Сначала писание святое с трех лет он должен обучать. И Иосиф его этому научил. Вот бы и наши папы взялись бы за голову, в конце концов, и начали бы не только трудиться сами, чтобы семья имела что покушать, но чтобы они научили трудиться детей. И чтобы они научили детей читать. И не просто читать, но читать святые книги. Сегодня наших детей научили читать без нас, преподавателей в школе или даже еще в детском садике. То есть читать они умеют не из-за наших заслуг, а потому что у нас такая цивилизация, слишком грамотная. Все умеют читать, а нам теперь нужно научить их читать то, что нужно. Потому что, научившись читать, теперь нужно понимать, что же читать. Вот и нужно дать ему в руки псалмы Давидовы, притчи Соломоновы, бытие Моисеева, Евангелие Матфеева и вместе со мной. Если он не поймет и прибежит и скажет, а что это значит, я должен ему объяснить. Вот три задачи святого папы. Работать и научить работать ребенка. Дать ему воспитание, дать ему профессию, научить его трудиться. Научить его молиться Богу и в храм ходить. Это, собственно, этим исчерпывается священная миссия Отца. И перед нами сегодня, возлюбленный Господи, лучший папа в мире. Папа, которого Христос сам себе выбрал. Потому что никто из нас не выбирает себе родителей. Кого Бог дал, того имеешь. И этого чти, и этого уважай. Кто есть, тот есть. Может, у других лучше. Но это твой папа, твоя мама, вот его люби. Его чти, его слушайся. А маму и папу Христос себе выбрал сам. Маму выбирал себе долго-долго и нашел. И папу выбирал себе долго-долго и нашел. И свел их воедино, это святое, чистое, нетронутое грехом семейство. И туда вселился. И жил с ними в самые беззащитные, в самые сладкие годы своего детства. Под покровом двух самых великих в истории мира людей. Ну, кроме Яна Претечи еще. Марии и Иосифа. Поэтому хочется сегодня попросить этого человека. Мы еще попросим в конце службы. Раз уж Христос на земле называл тебя, Иосиф, папой, и раз Христос тебя во всем слушался, он же говорил Христу, туда не ходи, сюда ходи. Это не бери, вот это бери. Вот востока домой приди. Вот столько спать ложился. Говорил все это, как отец. И Иисус Христос слушался его. Раз уж ты, Господи, слушался этого праведного старика от семени Давидова, то, наверное, ты и сейчас его уважаешь. Сегодня Христос уже другой. Он не младенец, требующий защиты. Это царь царей, сидящий на огневидном престоле славы. А Иосиф – смиренная душа, который со страхом и удивлением смотрит издалека на того, кого он в детстве за ручку в храм водил. И сегодня он тоже может молиться Иисусу, Христу, царю, Иосиф. И Христос, который называл его папой, сегодня ему тоже ни в чем не откажет. Поэтому вы можете молиться сегодня смело все за своих мужей, за своих сыновей, за своих отцов, за своих девочек, дочерей, внучек, чтобы им нашелся такой Иосиф, чтобы нашелся этот праведный человек, который будет детей воспитывать, учить их молиться, трудиться и передавать навыки труда своим детям. Это самое драгоценное в мужчине, который будет защищать их. Если меч будет приближаться Иродов, он возьмет дитя и мать и сбежит в другое место. А потом меч отошел, он возьмет их и вернется обратно. Он защищал, кормил, учил этот Иосиф. И сегодня мы просим его молитв. А для того, чтобы попросить молитв у Якова, Стефана и Давида, нам просто не хватает времени. Но мы потом еще догоним это. Мы все догоним. С Божьей помощью мы все узнаем. Все выпьем с Божьего стола. Все съедим до последней крошки. Насытимся будем сыты, здравы и здоровы. Иосиф и праведный. Моли Христа о нас. Аминь.